Остались в прошлом времена товарного дефицита. Сейчас трудно чем-либо удивить потребителя, который привык к изобилию на прилавках магазинов. Но тем не менее, местные предприниматели знают, как заинтересовать славянских покупателей, предложив им экологически чистую продукцию по приемлемым ценам. На театральной площади в это субботнее утро было многолюдно. Шестая межмуниципальная выставка-ярмарка товаропроизводителей стала настоящим центром притяжения как для славянцев, так и для гостей города. Глава Славянского района познакомился с продукцией, представленной предпринимателями, и задав им вопросы о состоянии дел, получил на них ответы. Все товаропроизводители были отмечены за участие в этом мероприятии. Роман Синеговский сердечно приветствовал со сцены всех участников выставки-ярмарки, подчеркнув важность ее проведения в Славянске-на-Кубани. Мне приятно, что здесь присутствуют наши соседи, предприниматели из других муниципалитетов. У нас есть возможность поделиться опытом, посмотреть на вашу продукцию. Приятно, что вся продукция, которая представлена, сделана действительно на Кубани. Сегодня реальный сектор нашей экономики – это предприниматели. Благодаря вашей предприимчивости, вашему новаторству, сегодня развивается рынок кубанских продуктов. Поэтому спасибо вам за это. Я вас поздравляю с праздником. И желаю, чтобы клиенты были, реализация была, чтобы ваши предприятия развивались. Затем лучшие предприятия и индивидуальные предприниматели, производящие продовольственные и непродовольственные товары, были награждены почетными грамотами. Крестьянско-фермерское хозяйство «Слюсаренко» завоевало первое место в номинации «Лучший индивидуальный предприниматель» в группе «Продовольственные товары». Мы работаем над качеством, чтобы наша продукция была экологически чистая, полезная, потому что мы ее кушаем сами, кормим своих детей и здоровье прежде всего. Продукцию свою мы консервируем, выращиваем грибы, вешенки, помидорчики, огурчики мы консервируем и также продаем для населения. В прошлом году на краевой ярмарке мы заняли третье место. Этим самым у нас появились дополнительные покупатели. В этом году мы планируем немножко расширяться, потому что спрос есть, продукция вкусная, качественная, полезная. Живые масла торговой марки «Валиса» первого холодного отжима получаются отменного качества благодаря местному сырью и новой улучшенной технологии. У нас небольшое семейное предприятие и мы очень строго следим за качеством своей продукции. Масла у нас всегда свежие, производим их в небольших объемах и отвечаем за качество. Работаем по краю и по России, в основном с магазинами здорового питания. Деревянные изделия из мастерской базы строительных материалов хорошо известны в нашем районе. Мы делаем изделия из дерева абсолютно любой сложности. То есть многие наши изделия уже украшают детские сады, а также мы делаем для дошкольных учреждений, школьных учреждений и для дворов. Дети с радостью расписывали красками скворечники из мастерской, а затем они принялись и за украшение так называемой скамьи примирения. Посетители выставки не оставили без внимания ни один прилавок. Особенно охотно они покупали рыбную и хлебобулочную продукцию. Мы стараемся все делать качественно, натурально. У нас очень хорошие работники, которые тоже относятся очень добросовестно к своей работе. У нас макаронные изделия, у нас зефир, у нас водичка. Посетив выставку-ярмарку, очень трудно было остаться без покупки. Продукция привлекательна и качеством, и приятными ценами. Ярмарка – это очень хорошо. Здесь приемлемые цены. И мне нравится. Спасибо. Это довольно-таки неплохо. Для того, чтобы человек не забыл о том, что в нашем городе и в наших ближайших районах еще есть производство. Я каждый раз стараюсь прийти на ярмарку, приобрести вкусную, полезную продукцию. Славянские, крымские, красноармейские, тимошевские предприниматели сумели удивить и порадовать славянцев. Запомнились им и крымчане из Керчи с необычной натуральной косметикой пантика. Ощущение праздника усиливали и самодеятельные таланты, которые делились со всеми своим искусством. Говорят, гармоний, гармоний, ставила, мол, она, но что в гармоний народе, на большие времена... Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова